Всем привет, друзья! Многие из вас очень часто просили снимать видео с гантелями. У меня не было гантелей, но сейчас я одолжил у другой гантели, и они у меня есть. Они небольшие, тут по 6 килограмм всего лишь, вроде бы... Да, 6 килограмм, но для многих упражнений они очень хорошо подходят. И сегодня мы начнем качать наши плечи. Мы рассмотрим упражнения на плечи, их будет несколько, и они очень эффективны в домашних условиях. Ну и также в зале, неважно, потому что в зале тоже есть гантели, удивительно, да? Для того, чтобы показать, как будут работать наши дельты, мне придется снять футболку. Показать свои кости, так сказать. Вот, друзья, такие кости. И плечи я, кстати, 2 раза в неделю в зале качаю, все упражнения делаю, которые сейчас будем делать. И они вроде растут. Хотя у меня плечи по жизни вообще очень плохо развиты. Вот, я не знаю, на этой камере, наверное, я уменьшаюсь, потому что это экшн-камера. И на ней все меньше. Ну, как бы более-менее. Плечи уже растут и чувствуют себя нормально. Так что все, я заговорился, что-то погнали к упражнениям. Первое упражнение, друзья, это жим на плечи. Вот такой жим вверх гантелями. Делается он так. Изначальное положение у нас. Руки идут вниз, локти смотрят пропорционально туда вниз. И делаем вот такие вот упражнения. Значит, вверх мы, как всегда, делаем быстрее, вниз опускаем медленнее. Поехали. Руки немножко согнутые, в локтях у нас будут, когда мы в верхнем положении. Немножко согнутые, и мы немного сводим руки. То есть не только жим. Мы делаем сначала жим, да? А потом сводим руки немного. Чтобы у нас больше тогда шла нагрузка на плечи. Выглядит это так. Оп. И сводим вверху. Оп. И сводим вверху. Внизу стараемся максимально растянуть наши мышцы. Чтобы они получили максимальную нагрузку. А вверху мы сводим. Руки до конца вот так не выпрямляем. Мы оставляем их согнутыми немножко. И вот так вот. Раз. Два. Смотрите, чтобы ваши руки никуда по бокам так вот так не уходили как-то. Чтобы они были на одном уровне и шли бы прямо вверх. Оп. Старайтесь быстро не делать. Быстрота ни к чему не приводит. А вот правильные упражнения они приводят к идеальной фигуре, к идеальным плечам и к идеальной жизни, друзья мои. Поехали к следующему упражнению. Следующее упражнение, друзья, это махи с гантелями. Махи существуют разные. Есть махи на среднюю дельту. Они выполняются вот таким вот образом. Есть махи на переднюю дельту. Они выполняются таким образом. Есть махи на заднюю дельту. Они выполняются согнутой спиной. Вот таким образом. Либо можно сидя. Я предпочитаю вариант сидя. Сейчас мы рассмотрим каждый по порядку. Сначала мы начнем с средней дельта. Берем гантели. Локти, значит, у нас немножечко должны быть согнуты. И выполняем вот так. Ноги на уровне плеч. И поехали вот так. Оп. Опять же. Вверх мы поднимаем быстрее. Опускаем медленнее. И мы поднимать должны вот именно вот до такого уровня. Не выше. Чтобы плечи были на уровне горизонтально. Как горизонт. Выше их вот так не надо закидывать. Гантели эти. Вот так не надо кидать. Поднимайте на уровне плечей. Как они работают. В стандартном их положении. И все. То есть. Единственное. Руки должны немножечко быть согнуты. Непрямыми вот так. Немножечко согнуты в локтях. И поднимаем до уровня. Ну, чтобы они горизонтально были. Это единственное условие. Тогда у вас все будет хорошо. Естественно, поднимаем побыстрее немножко. Опускаем помедленнее. Третье упражнение. Третье упражнение. Это махи на переднюю дельту. Они не особо отличаются. Тоже у нас локти немножко согнуты. Встаем прямо. И делаем вот такие вот махи. Встаем. Опять. Вверх немножко быстрее. Вниз немножко медленнее. Всегда на усилии мы делаем выдох. То есть. Вдох. 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 Вот. Все. С этим все понятно. Теперь у нас, друзья, идут упражнения на заднюю дельту. То есть. Это мое любимое упражнение. Я люблю его делать сидя. Значит, в положении вот таком. Ставим ноги подальше. Они должны вперед уходить подальше. Нагибаемся вот таким вот образом. Чтобы тело наше было 90 градусов. Ну, то есть параллельно полу, да. Берем гантели. Гантели, значит, у нас уходят под ноги, да. Под ноги. Потому что мы ноги вперед выставляем. И делаем вот такие упражнения. Опять же. Когда мы поднимаем руки, мы выдыхаем. И на подъеме мы делаем быстрее. На негативной фазе, когда опускаем, мы делаем медленнее. В этом весь смысл всех упражнений вообще в бодибилдинге и в стритворкауте. На подъеме быстрее немножко. На спуске медленнее. На подъеме выдыхаем. И на спуске вдыхаем. Еще есть хорошее упражнение на переднюю дельту. Выглядит оно так. Если у вас есть гантеля побольше, на самом деле, сейчас, я возьму вот эту свою большую. Возьму вот эту гантелю. Самое то. Делается это упражнение так. Берется гантеля просто обычным хватом. Двумя руками. Спина прямая. Ноги на ширине плеч. И делаем вот такое упражнение. Опять же. На усилии выдох. У вас руки не должны подниматься выше плеч. У вас должны руки идти на уровне, да? То есть, оп. 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 Желательно, когда вы делаете упражнение на плечах, вы должны смотреть в зеркало. У меня там зеркало. Я смотрю в зеркало и наблюдаю за своей техникой. Не нужно закидывать вот так руки. Не нужно вот так закидывать. Это неправильная техника. Все должно быть на уровне. Плечи должны ходить в своем положении. Это не стандартное положение, когда плечи вот так загибаются. Понимаете? Это не очень удобно. Идет нагрузка. И тогда будет включаться трапеция. Больше будет включаться трапеция, чем плечи. Вот такие вот нехитрые условия. И последнее упражнение, друзья, которое я хотел бы вам показать. Его, конечно, лучше делать с блином. Оно тоже на переднюю дельту. Оно очень хорошо развивает переднюю дельту на самом деле. Это стало одним из моих любимых упражнений. Делается оно так. Я делаю его блином, но можно гантелей. Если у вас есть довольно большая гантеля, да, как у меня вот эта, берете ее за бока и вот таким вот образом. Прикол этого упражнения в том, что вы при усилии уже напрягаете ваше плечо в переднюю дельту. И когда вы скручиваете как руль, тогда у вас еще включаются стабилизаторы мышцы. И причем будет казаться более объемным и красивым. Это упражнение очень хорошее, и оно очень сильно прорабатывает переднюю дельту. Попробуйте, обещаю. Вам понравится. Мне понравилось. На самом деле. Потому что я чувствую потом после этих упражнений памп, и плечи начинают болеть, да? Ну, болеть в хорошем смысле, что мышцы рвутся, потом срастаются, и они становятся больше. Ну вот, друзья, это все. Видео получится довольно длинным на самом деле. Надеюсь, вы не устали меня слушать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будут еще более интересные видео, обещаю. Тоже с гантелями будем продолжать делать. И ладно, все. Увидимся в следующем выпуске. Пока.